Бьют тревогу и жители дома по адресу Дзержинского 36-3. Этой весной в здании произошел пожар. Не за горами холода, а вопрос с расселением жильцов все еще не решен. Несколько семей продолжают жить в частично разрушенном доме без электричества и воды, а другим приходится ютиться у родственников и знакомых. Подробности в следующем материале. 22 апреля произошел пожар в доме над Дзержинского 36-3. Огнем охватило две квартиры на первом и втором этажах. Жители спасались, выпрыгивая из окон. К счастью, благодаря бдительности жильцов и слаженной работе пожарных, обошлось без жертв. Однако беды людей только начинались. Дом по сроке 50-х годов до пожара и без того находился в плачевном состоянии. А после он и вовсе пришел в некотность. Из-за повреждений сетей дом отключили от отопления и электричества. Но, несмотря на это, во втором подъезде продолжают жить две семьи. Отчетверо человек здесь. Вот, мы нуждаем эту плитку купить газовую, китайскую. Баллонов очень много уходит. Не знаю, денег не хватает. Просишь у них квартиры? Квартир нету. Больше всего пострадали от пожара квартиры в первом подъезде. Людмила Чабану живет в этом доме с 92-го года. Тогда ее поселили там временно, как богорельца. Однако с тех пор прошло более 20 лет, а постоянного жилья все нет. Теперь она и вовсе осталась без крыши над головой. Сейчас ей приходится жить в соседнем доме, который также находится в аварийном состоянии. Примечательно, что до пожара Якутский городской суд обязал администрацию города предоставить ей жилье. Но его решение до сих пор не исполнено. Скоро осень. Я не знаю, где жить. Как вообще жить? Решение суда вообще не выполняется. В жилищном департаменте нам говорят, ждите сноса по программе ветхого жилья в 2017 году. А до 2017 года, где нам жить, я не понимаю. В департаменте жилищных отношений, как и во многих случаях, разводят руками. Маневренного фонда у города нет. Людей некуда переселять. В аналогичной ситуации сейчас находятся тысячи людей, которые также ждут своей очереди на получение временного и постоянного жилья. Взамен предоставления квартиры администрация готова выплатить денежную компенсацию, чтобы на эти деньги наниматели приобрели другую квартиру. В качестве помощи, в поиск вариантов мы привлекаем, в том числе, агентство недвижимости, чтобы в рамках тех сумм, которые предлагаются администрацией, наниматели могли подыскать соответствующие жилья. Речь идет о сумме в размере 3,5 миллионов рублей. Но, по словам жильцов, такой вариант предложили только Людмиле Чабану. И то в связи с решением суда о предоставлении благоустроенного жилья вне очереди. Однако, исходя из нынешних цен на недвижимость, Людмила не согласна с таким вариантом. А что касается остальных жителей, из безысходности им пришлось проявить инициативу о восстановлении подачи электричества и отопления в сгоревший дом. Такой вариант, по мнению комиссии ПЧОС, невозможен. А департамент о жилищных отношениях вполне вероятен. Сыргыланы Захарова, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.